Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о новом термине, который все чаще появляется в сфере IT-индустрии, а именно о UX-UI дизайне. Вообще этот парад терминов, которые мы наблюдаем, рано или поздно приведет к филологической революции или упразднению языка как понятия. Но если термины зажигают, значит это кому-то нужно. Когда появились электронные сигареты появился термин вейп. Это обосновано. В веб-дизайне не появилось ничего нового, но термин UX-UI появился. Обосновано ли это? Непонятно. Давайте сначала посмотрим, что это такое. UX – User Experience – дословно опыт пользователя. UI – User Interface – дословно интерфейс пользователя. Понятно? Если нет, а я надеюсь, что нет, уточним. UX – это комплексный подход к определению того, каким будет интерфейс, взаимодействие пользователя и продукта. В данном случае цифрового. Каким будет контент, расположение блоков, какая будет иерархия. Словом, какой опыт пользователь получит от взаимодействия с сайтом или приложением. Будет ли ему удобно достичь своей цели. UI определяет внешний вид интерфейса. Цвета, размер кнопок, гарнитуру и размер текста. Словом, это эстетическое преломление UX. Ну или можно сказать практическое воплощение UX. Рассмотрим на примере лопаты. Поскольку лопата – это интерфейс между человеком и землей. Итак, в зависимости от цели лопата может быть штыковой, совковой, саперной или для уборки снега. За выбор того, какая нужна лопата конкретному пользователю, отвечает UX. За то, какого цвета будет лопата, будет ли она с ручкой или без и какой ширины будет штык, отвечает UI. Вот один из последних сайтов, который мне очень понравился по интерфейсу. Мы, кстати, недавно делали скринкаст о том, как в нем работать с инфографикой. UX дизайнер очень хорошо поработал с тем, чтобы средний пользователь потратил минимум времени на знакомство с интерфейсом и чтобы все функции были у него под рукой. То есть средний пользователь тратит минимум времени на достижение своей цели и у него остается положительный опыт использования сайта. То же и с UI. Общий цвет интерфейса, размер кнопок, шрифт. Вот это появляющееся меню. Оно как бы просит, чтобы чего-нибудь тут поменяли. Тут все для пользователя. Но это сделано под среднего пользователя и под простую задачу. А вот интерфейс программы для работы со спецэффектами видеопроектов. У нее очень сложный и запутанный интерфейс. Но это не значит, что она сделана неправильно. Просто эта программа решает сложную задачу и ориентирована на продвинутых пользователей. UX дизайнер, оценивая потребности пользователей, создает соответствующий интерфейс, равно как и UI дизайнер, раскрашивает его соответствующим образом, выбирая шрифты и размер кнопок, во-первых, чтобы это было удобно и соответствовало запросам UI дизайнера, и во-вторых, чтобы создать дополнительное ощущение, что это программа для профессионалов. И все это возможно, если UX UI дизайнер оценивает все эмоции, предпочтения и реакции пользователей, как физические, так и психологические, до, во время и после использования интерфейса. Соответственно вопрос, нужен ли этот дополнительный термин или можно просто ограничиться термином «хороший веб-дизайнер» остается открытым. Поскольку хороший веб-дизайнер и отвечает за то, чтобы сайт был максимально прост, удобен и красив. И работа его оценивается по этим критериям, а не потому, насколько хорошо он знает Photoshop, HTML и CSS. Но раз термин UX UI все чаще появляется в резюме и вакансиях, в заголовках мастер-классов и митапов, вам безусловно нужно его знать. Все, любите друг друга, делайте удобные и красивые сайты. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.